здравствуйте мои юные друзья ну вот и настала очередная капитанская суббота и мне есть что вам говорить в этот раз почему-то мне писала очень очень много людей как я думаю с такой вот слабый расшатной психикой с паникой можно сказать я хочу сказать не паникуйте не психуйте все спокойно спокойно то что спецпрокурор со спецрасследованием группан фюрер мюллер сказал что он не смог после больше чем двух лет и миллионов долларов и страч не смог доказать что трамп в чем-то виновен что был какой-то заговор что он вообще мешал следствию он говорил я не виновен это считается мешать следствию этих невиновен я ничего не сделал это ты мешаешь следствию вот то что он сказал что он не смог доказать что трамп виновен в чем-то но и не смог доказать что он невиновен вот это вот новая такая фраза в американской юриспруденции теперь не смог доказать что невиновен на северная корея она не смог доказать что невиновен бабах к стенке дальше по товарищу сталин так не пользовался вот такой поворот речи он использовал вся левая мидия вся левая сми все все леваки все профессора университетах стали хлопать в ладоши они так обрадовались что оказывается он не смог доказать что трамп не виновен значит он может быть но они уверены он виновен правда непонятно в чем потому что уже бы это спецпрокурор мюрил не первый раз проводит расследование уже был 4 расследования и фбр и конгрессом и все горели что ну чепуха ну фуфло ну липа никакого не было сговора с россией никакого влияния россии не проводит и там в фейсбуке несколько постов она сделала никто это не читал ноги ну липа понимаете и все равно вот леваки они сейчас вы будут эти левые мне опять писать убеждать меня что трамп это вообще ужас это делал и все что он делает это не он и это вообще но в общем успокойтесь чем дальше они будут расследовать чем больше они вот я надеюсь что они все-таки устроят импичмент тем больше расследование идет про них каждый раз всплывает еще что-то как с клинтон всплывать что она уничтожила секретную информацию что это было на не всегда засекреченном компьютере что она про бенгази и обама теперь завлечен что все это их спецпрокуроры что это все было коррупции чем больше расследуют трампа чем больше наезжать на трампа тем больше выясняется что наша демократическая партия коррупцию коррумпирована до невозможности даже и республиканская партия весь этот истаблендж он гнилой как называет утрам болото и все это он будет сливать и он сливает в это время наша экономика растет безработицы падает страны все с нами считаются теперь игил разбит но физически разбит военным образом не не информационного политического так что успокойтесь чем дальше они это делают тем больше рейтинг трампа растет и он сегодня очень высокий так что друзья мои те кто из вас имеет хотя бы какое-то мышление или какой-то аналитический ум у нас все в порядке вы должны радоваться а вот эти все леваки которые революционеры все эти которые все раздать бесплатно работать не надо все оплачивать коров не растить мясо не все здание перестроить от горючего отказаться поймите чем больше тем народ понимает что они психически не нормальные поэтому я не вижу какой-то тут паники и далее перейдем к украине и украинских слегка напуганных не да нет оружие страшнее чем напуганные евреи да евреи успокойтесь все нормально ничего тут нет наоборот все идет очень хорошо о боже мой что случилось зеленский еврей сейчас если у него что-то не получится будут винить обвинять всех евреев и это будет очень плохо и нам будет плохо и нас опять обидят никто вас не обидит никто нас не обидит никто никого обвинять не будет вернее обвинять будут будут евреи он зеленский или не евреи он любого президента кто-то будет обвинять и вот этим маргиналой все равно будут обвинять уже все не может сделать идеально как обвиняли порошенко как обвиняют сегодня трампа и всех остальных а еврея 0 не еврей никакой роли не играет потому что когда его будут обвинять он будет еврей так же как и порошенко был еврей да хотя порошенко не еврей это любой раввин вам скажет но даже журналисты там но уважаемые белковский например да так как он крещённый выкрест он имеет право он думает рассказывать все время антисемитские анекдоты и обзывать всех евреями порошенко еврей саакашвили евреи у него у него ему везде есть вот эта категория ли где евреи мерещатся везде там сталин был еврей тоже есть такие что там брежнев был еврей ну горбачёв понятный еврей ельцин тоже понятное время ну все евреи ну понятно есть мне даже письма они писали эти даже написал один что пушкин был еврей потому что его памятник стоит задом кинотеатру россия а это только еврей может так стоять не пушкина памятник еврей но есть эти психи и они все равно обвинят в польше были такие когда они хотели кого-то дискредитируете с политикой они говорили что он еврей я больше вам того скажу что что путин тоже будет евреем когда придет время его не будет он за его криминал за за его бандитизм кто-то будет должен отвечать его и будут такие маргиналы которые скажут а он же еврей его найдут скипа и поэтому не переживайте он все равно будет евреем зеленский будет евреем также как порошенко был евреем да хотя у порошенко эту мульку пустил путин что у его отца фамилия вайцман его отца фамилия не вайцман его отца фамилия порошенко его отца погоняло в тюрьме было вайцман а путин пустил эту мульку что как вот так Человек, у которого папа фамилия Вайцман Может поддерживать фашистскую хунту Во время Майдана Ну и это подцепили вот эти конспирологи Эти закулисные правительства И все такое Не психуйте Успокойтесь, все нормально Обвинять вас все равно будут во всем А еще тем более если вы будете бояться И дрожать или переживать из-за этого И Трамп останется президентом Никакой импичмент не пройдет Все это цирк Все это сумасшествие Точно так же как и в Украине Точно так же как в Америке А еще хуже в Израиле Посмотрите что там происходит Так что хороших вам всех выходных Не переживайте Погода отличная везде Получайте удовольствие И капитан Юра Over and out